Как вам известно, глава государства в своем послании от 17 января текущего года поручил правительству до 1 июля 2015 года разработать и внедрить новую модель оплаты труда гражданских служащих. Перечень должностей гражданских служащих утвержден постановлением правительства 850 от 27 сентября 2007 года. Работники гражданской службы у нас работают во многих секторах экономики в Казахстане. Их количество сегодня составляет более миллиона человек. Это в основном работники образования учителя, преподавателей, здравоохранения, медицинские работники, работники культуры, спорта и в основном социальной сферы. Как раз их труд в основном роль играет в оказании госуслуг населению. Теперь в реализации исполнения поручения главы государства данное мероприятие вошло в общенациональный план мероприятий правительства, который утвержден указом президента номер 733 в текущем году. Если остановимся о новой модели системы оплаты труда гражданских служащих, нами, министерством, был изучен международный опыт установления заработной платы работникам бюджетной сферы. В основном в разных странах разные методы, но при этом в основном везде заработная плата работников бюджетной сферы зависит от образования, от квалификации, от сложности выполняемой работы, также от управленческой их ответственности. И вот именно эти принципы мы будем брать за основу при разработке новой модели системы оплаты труда гражданских служащих. К примеру, если взять, например, у нас в действующей системе оплаты труда, независимо от того, что руководители госучреждений или казенных предприятий работают в республиканской организации, в областной, в районной, даже сельской местности, у них заработная плата, у всех должностной оклад одинаковая. Хотя вы сами знаете, да, масштаб принимаемых ими решений, уровень управления, степень управленческой ответственности у них разная. А вот новые модели системы оплаты труда у них будет на каждой, каждый на своем уровне будет получать заработную плату.